Яу, вы на канале 320 Дед. Вот оно, снова чувство полного удовлетворения. После Топ Гана это второй фильм лета, а именно в кинотеатре, который мне очень зашел. Топ Ган, правда, все равно выше. Быстрее пули это зрелище, от которого вы вот просто никак не заскучаете и будете постоянно вовлечены в происходящее. Затравка фильма проста и завлекательна. Токио, пять наемных убийц садятся на скоростной поезд до Киото. У каждого своя миссия и свои конечные цели. Но по ходу фильма мы узнаем, что оказывается их много что объединяет. И теперь все они хотят разобраться в происходящем и понять, кто и с какой целью их заказал. Дэвид Лич выступил режиссером данной картины. А также он был во главе таких фильмов, как Дэдпул 2, Атомик Блонд, Хоббс и Шоу и, конечно же, Джон Уик, который отчасти и дал ему возможность творить. Дэвид в большей степени каскадер, и во всех его фильмах бои и перестрелки это важная составляющая. Быстрее Пули не стал исключением и демонстрирует интересные боевые постановки. А поезд, безусловно, интересная локация для подобных жанров. Боевые сцены совершенно не дотягивают до уровня Уика, но это никак не становится препятствием к получению удовлетворения. И Быстрее Пули это в первую очередь постановочно-каскадерское зрелище. Великого сценария здесь нет, но нарратив логичен, понятен и очень достойно оформлен. В этом фильме я много что могу оценить, но самый большой плюс это актеры и их персонажи, которые сделаны в самых лучших традициях фильмов Квентина Тарантино и Гая Ричи. Да и большая часть приемов тоже взята от них. Но персонажи, они тут самые разные. Пит по прозвищу Божья Коровка, киллер со стажем, который работает над собой и справляется с внутренней агрессией. И он, кстати, очень невезучий, но при этом ему в итоге дико фартит. Два брата, Мандарин и Лимон, близнецы совершенно не похожие на близнецов. Один белый, другой черный, два веселых гуся. Британцы, болельщики Вестхэм Юнайтед и любители мультсериала про паровозика Томаса. Молодая девчонка с погремухой Принц, оказывается с жесткой детской психологической травмой. Японец, пришедший мстить за своего сына. И еще пара убийц, один мексиканец по прозвищу Волк и Зази Битц, именуемая Шершнем. И вот с момента отправки вся эта банда будет с нами на протяжении всего пути. Вместе они создают и комичные, и экшн-сцены. У каждого свои принципы и своя история. И главное, что как и драки в поезде, слишком узко и ограничено для размаха, так и у персонажей зачастую не будет широких вариаций для выбора. Как я и сказал выше, быстрее пули вдохновлялся и перенял много что от мистера Тарантино и мистера Ричи. За исключением добротного юмора. Юмор в данной картине очень на любителя. Я зачастую понимал, что данная шутка сделана для посмеяться. Но это было слишком слабо. Из категории «да-а-ш-чуе». Надеюсь, я максимально донес всю свою эмоцию. Если нет, то представьте. Два киллера в поезде, готовые убить друг друга, но в вагоне нельзя шуметь. И постоянно шипящая бабка, которая просит о тишине и тем самым заставляет нет-нет приостановить бой двух грозных соперников. В общем, как-то так. Но самое интересное, что к подобному юмору привыкаешь и ближе к финалу ты ловишь себя с искренней улыбкой на лице. Окей, вы победили. Из минусов еще хочу оценить озвучку на русском наших отечественных казахстанских актеров. Я настолько привык к русскому дубляжу у большинства актеров, что новые, во-первых, воспринимались чуждо и пришлось долго привыкать, а еще и качество дубляжа оставляло желать лучшего. Но молодцы, что вообще сделали. Я, если честно, не знаю, пойдет ли эта версия в сеть, но если что, дайте потом знать. А местные братья-казахстанцы, отпишитесь, как вам? Резался слух или вообще до этой минуты не обратили на это внимание? Отпишите снизу в комментариях. А про техническую часть этого фильма вообще хотел рассказать мой коллега по цеху Ануар, но скажу я. Здесь все на уровне. Японский стиль хорошо создает антураж и разбавляет фильм. Всплывающие японские надписи, неоновые подсветки – это круто. Мне нравится такая японская кибератмосфера. Но музыка вырывается уверенно вперед. Она всегда в цвет и хорошо украшает и дополняет большую часть персонажей. Перепеты Гимен Вестхэм Юнайтед у близнецов, мексиканские мотивы, ярко подчеркивающие всю крутость мексиканского волка и композиция «I Need a Hero» на японском завершают все это безумие. Плюс дополни сюда еще монтаж, который вроде бы линейный, но зачастую показывает предысторию отдельного персонажа в недолгой нарезке. Но темп от этого никак не сбивается и уверенно продолжает цельное динамичное повествование. Под конец скажу, что быстрее пули очень умело соединяет работы Тарантино и Ричи, при этом добавив Джона Уика и козырные тузы. Такой же интересный, но не такой великий. Достойный и стильный экшен-боевик с интересными персонажами и образами. А и еще, так использовать чеховские ружья и выстреливать ими в самый подходящий момент для драмы или забавы ради, еще надо поучиться. А мой обзор подошел к концу. С вами был канал 320 Дед. Всего хорошего и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok